Вот посмотрите, на меня оформлен микрозайм. Сам того не зная, Дмитрий Олейников попал в ловушку мошенников. Табаляк решил проверить кредитный рейтинг и увидел, что он низкий. Сделал запрос и получил ответ, что на него оформлен микрозайм под высокий процент. Я отправил заявление о том, что я кредит не брал и действия по получению кредита считаю мошенническими. И микрокредитная организация мое заявление приняла и дали ответ, что они не признают взятый кредит мошенническим. Вот примерно так. Специалисты отмечают причину подобного мошенничества в незаконном доступе к персональным данным. К примеру, заполучить их злоумышленникам удается, взломав личный аккаунт на сайте госуслуги. Гражданину позвонили и представились представителям сайта госуслуг. И сообщили, что вот, например, сайта сейчас хотят взломать и необходимо сообщить код, чтобы предотвратить данный взлом. Граждане сообщали код, но сообщив его, мошенники наоборот получали доступ к их сайту госуслуг и уже воспользовавшись их персональными данными, оформляли на них займы. Способы мошенничества существуют разные и бдительность нужна везде. Один из классических приемов обмана – махинация с интернет-покупками. Это когда люди покупают через интернет, какие-то покупки делают, дорогостоящие мотоциклы, водные, снегоходы. Смысл какой, что деньги переводят раньше, чем получают товар. Из этого потом страдают. Деньги отправили, товара нет. Поэтому деньги никогда вперед не отправляйте. Всего с начала года в Тобольске зарегистрировано 16 разных случаев мошенничества. Самый распространенный способ обмана – это когда мошенники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка. И чтобы не попасть ни в одну из ловушек злоумышленников, при разговоре с ними ни в коем случае не нужно сообщать никаких данных. Лучше всего сразу прервать разговор. Юлия Савиных, Шамиль Гулеев, Ярослав Прохоров. Тобольское время.